По данным Всемирного банка, из-за низких налогов на вредную продукцию в результате ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других, Казахстан тратит на расходы здравоохранения 5% от ВВП. Другими словами, страна теряет 2,3 триллиона тенге в год. И это отражается на показателях преждевременной смертности. По алкогольной продукции, табачным изделиям как минимум на 10% нужно повысить налог, чтобы компенсировать растущую ценовую доступность. По сахаросодержащих напитков мы исследуем возможность введения налога, который будет как минимум 20%. И действительно, налоги на табачные изделия, алкогольную продукцию в Казахстане намного ниже, чем в других странах, поэтому вероятно, что и потребление здесь выше, чем в других странах. В тех телеканалах, которые больше всего смотрят, допустим, дети, Балапанда и так далее, там были выявлены, что до 22% рекламируются сокосодержащие напитки, сахаросодержащие напитки. Результат сказывается на состоянии здоровья. Те же исследования, которые были проведены, плюс еще результаты показателей, что нам дало более 20% детского населения нашего, они страдают избыточным весом и ожирением. Местные врачи также констатируют рост заболеваний и признаются, что пытались увеличить налоги на вредную продукцию, но лоббисты крупнейших компаний мешают этому. Подготовлены предложения для включения в кодекс здоровья народа сетями здравоохранения, чтобы повысить налог, снизить рекламу, убрать с тех мест, которые на уровне глаз детей, табачные изделия, провести маркировку продукции, которые содержат больше сахара, транширов и так далее. Но на сегодняшний день часть наших предложений, конечно, не прошли. Это, с одной стороны, активное противодействие, но идет со стороны производителей. Введение налога на сахаросодержащие напитки выгодно для общественного здравоохранения и для экономики. К примеру, по данным Всемирного банка, Казахстан может увеличить налоги на 182 миллиарда тенге. И это только на напитках, а есть еще целое поле на рынке сигарет и алкоголя. Но пока в Казахстане налоги низкие, а производство вредной продукции растет. Особенно напитков энергетиков, отмечают зарубежные эксперты. Боржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.